Владимир Святославович, если посмотреть на доходы муниципалитетов, то примерно 20-30% это только собственные доходы в бюджете, все остальное за счет областной казны. Вот всем ли поровну в итоге достается из этой областной казны? Ну вы знаете как, все-таки нет такой цифры 20-30, там бывает и от 25, и до 40, и до 50. У нас есть и Тула, которая в принципе не является дотационным муниципальным образованием, и Новосковск, который в принципе неплохо живет, а так да, у нас остальные муниципальные образования достаточно сильные дотационные, но там надо различать, есть многие виды субсидий, трансфертов и субвенций, поэтому есть и наша федеральная участие в местных бюджетах, но идет все через область естественно, есть и областные деньги, ну и конечно же есть собственные доходы муниципальных образований. А по какому принципу вот распределяется, кому сколько? Нет, ну вы знаете, там опять же структура бюджетов очень непростая, то есть есть те вещи, которые называются, так сказать, выравниваем бюджетной обеспеченности, это как раз считается уже из расчета по числению жителей, по особым методикам, которые в совершенстве использует наше Министерство финансов Тульской области. Есть какие-то целевые вещи, например, есть вот программа по переселению из аварийного жилья, в этом случае федеральные деньги идут в то или иное образование муниципальное, которое выступает у нас заказчиком на настоящее время по этому проекту. И в этом случае, конечно же, такие муниципальные образования, вот формально у них бюджет большой получается и выглядит так достаточно красиво, то есть у них, значит, доля в бюджете всех расходов, ну скажем, может быть миллиард и полтора, например, ну просто говорю цифру, она может быть либо меньше, либо больше там, но кажется такая красивая. Но в итоге получается, что большая часть этого бюджета направляется на конкретную программу. А какие районы самые бедные? Ну, вы знаете как, самые бедные, как правило, все-таки это сельские районы, я имею в виду по собственным доходам, и особенно сельские поселения. То есть у нас вот, когда мы проводили анализ, были сельские поселения, например, в Узловском районе, у которых собственных доходов не всегда хватало даже на выплату зарплаты, если не брать дополнительные помощи со стороны района, либо со стороны области. Зарплата администрации, да? То есть фактически, значит, зарплата администрации, фонд зарплаты, ну по умолчанию, все равно есть какие-то сотрудники, которые должны работать, должны выполнять государственные, либо же, значит, полномочия, которые относятся к видению муниципального образования. Соответственно, совсем без людей местное самоуправление ставить нельзя. Вот так вот, даже не имея необходимым минимум сотрудников, вот были такие муниципальные образования, в которых у нас собственных доходов, то есть то, что собирается внутри муниципального образования, едва или даже чуть-чуть не хватало на выплат зарплат. Если брать районы, которые достаточно дотационные, ну это и Дубинский район можно назвать, и Белевский район, то есть, как правило, это районы сельские. То есть там вроде и земли есть, и производство идет, но все-таки не хватает базы, скажем, по налогу на доходы физических лиц, не такая она мощная, как, например, в том же самом, ну есть такие у нас, более-менее даже в шоколаде, как Новогоровский, например, небольшое компактное муниципальное образование, да? Из-за цементного завода, который там? Да, там у них на самом деле самая высокая в среднем по Тульской области даже зарплата у людей. То есть, если брать статистику, то вот наиболее красивая и такая реально хорошая картина, даже не у Тула, а у Новогоровского, у которых, исходя из того, что большое производство, там есть зарплата в добывающей промышленности, то есть карьеры, плюс производство, средняя зарплата намного выше средней по региону, и она даже чуть повыше, чем в нашем лидере в городе Туле, например. Местное самоуправление в России, оно же сделано так, чтобы оно было независимым. Насколько оно по факту независимо? Ну, вы знаете как, в принципе, схема, она же ведь рисовалась, как говорится, в те годы, когда мы ориентировались сильно на европейскую модель, и, собственно говоря, схема, наверное, неплохая. Но, вы знаете, как вот, когда переносится что-то из Европы чисто на нашу реалию жизненную, в общем-то, не всегда мы получаем тот результат, который мы думаем. Потому что, ну, смотрите, во-первых, местное самоуправление в Европе, там Швейцария, Германия, там, простите меня, доходы местного самоуправления, муниципальных образований, они по умолчанию больше. Потому что там выше стоимость недвижимости, там другие совершенно зарплаты. То есть, хотим мы не хотим, у них, собственно, налоговая база изначально гораздо выше. И это длительный процесс. Для того, чтобы мы уже на тот уровень, который они имеют, ну, надо достаточно много времени потратить. И когда местное самоуправление у нас имеет достаточно широкий круг полномочий, кстати говоря, сейчас сократили, все-таки, обязательные полномочия местного самоуправления на низовом уровне, соответственно, возникает такой разрыв. То есть, с одной стороны, полномочия есть, ты их должен выполнять, с другой стороны, твоя налоговая база, которая есть, она тебе объективно не позволяет решать эти задачи. В этом случае возникает как раз история с субсидиями, трансферными, субвенциями. Некоторые из них, они объективны, то есть, это какие-то программы целевые, иногда это прямая помощь, потому что, реально, мы же не можем тоже оставлять местное самоуправление без ресурсов на решение задач, которые они должны делать. И они реально видят, где выше бежнее потратить деньги, потому что они ближе к людям. Кандидатуры на посты глав администрации тяжело подбирать? Не совсем просто, особенно то, что касается сельских поселений. Потому что, ну, во-первых, знаете как, вот если человек умный, он четко просчитывает все вещи, и при этом он понимает, что ему не хватает либо каких-то управленческих компетенций, ну, для такой сложной работы как глава администрации, действительно сложная работа, конечно же, он даже заявляться на конкурс не будет, потому что он понимает, что он не справится. Задач много, ресурс не то, чтобы он там, он ограничен, то есть, нужно очень четко, быстро принимать решения и при этом правильно расставлять приоритеты. Но дано недалеко не каждому. Именно поэтому, в общем-то, я считаю, что глава администрации муниципального образования именно на уровне района муниципального, это серьезный управленец, который, вот если он успешный, выпуская его в бизнес, он справится с бизнесом. Ну, насколько у нас маленький пруд при подборе этих кадров, насколько велик дефицит? Смотрите, что хочу сказать, то, что касается районов, все-таки заявляют на конкурс, как правило, там, человека, ну, от трех до пяти. А на сколько они подходят? Ну, скажем так, в лучшем случае подходят, ну, два человека, то есть, ну, бывает такое тоже. Вот, например, у нас прошли недавно конкурсы, в принципе, во-первых, конкурсная комиссия, они определяют, скажем так, минимальный балл, проходной, по которому тоже можно понять, будет ли человек эффективен на должности управленца, ранге главы администрации или нет. То есть, есть там баллы, которые считаются, исходя из знаний законов федеральных, в том числе и знания того, как вообще работает система местного самоправления. Есть баллы, которые исчисляются, исходя из того, как он видит проблематику муниципального образования, где он собирается работать руководителем. И, соответственно, если человек набирает меньше, ну, порогового значения, скажем так, 120 баллов, это минимум, то понятно, что он уже никак не подтянет. Но все-таки у нас, как правило, по два человека набирают больше 120 баллов, ну, там бывает по 250 баллов и больше даже баллов. То есть, в принципе, значит, на уровне районов у нас некая конкуренция все-таки есть. Средняя зарплата чиновников по региону 50 тысяч рублей, средняя зарплата простых работников по региону 26,5 тысяч рублей. Насколько справедливо? Вы знаете, я бы так не сказал, что средняя зарплата чиновников по региону. Нужно просто различать разные уровни, опять же, власти. То, что касается, я думаю, правительства Тульской области, там эта цифра, она соответствует тому, что вы говорите. Есть местное самоправление, значит, у них средняя зарплата чиновников, как правило, муниципальных чиновников, она все-таки сейчас, если убирать главу администрации, которая по определению должен получать больше и брать статистику, в принципе, находится даже немножко пониже, я имею в виду даже на уровне районов, чем средняя зарплата по региону. Сейчас мы просто ставим задачу для того, чтобы они вышли на уровень хотя бы средней зарплаты по региону, для того, чтобы мы могли действительно иметь квалифицированные кадры. А то пойдет переток. Но вот такой разрыв между 50 тысячами и 26,5, насколько это справедливо? Вы знаете, я могу сказать следующее, то, что если мы хотим действительно иметь таких эффективных управленцев, все-таки есть понятие рынка рабочей силы не только с точки зрения рабочей силы в частном секторе, но и в госуправлении. Человек либо он работает в госуправлении, он понимает, что он при этом, а, действительно живет честно, ничего, никаких телодвижений не принимает, на что мы все четко нацелены. Но при этом он может работать совершенно как бы не считаясь со временем, не своим семейным положением, что тоже на самом деле не совсем-то так бывает просто для молодых ребят особенно. Скажу, молодые ребята, мы понимаем все-таки, конечно, не 20, а лет 30-35 уже, к сожалению. И при этом он не должен смотреть на сторону, то есть, я имею в виду, не хотите уйти в частный бизнес. Ведь не секрет, что если человек талантлив, если он хороший управленец в госуправлении, он себя в частном бизнесе точно найдет. И в данном случае у нас стоит вопрос, иметь человека за небольшие относительно деньги, и человек будет работать... И постоянно текучка кадров. Текучка кадров, и при этом еще неэффективно решение задач. Либо же иметь одного, но который уже на своем месте все хорошо знает, эффективно быстро решает задачи, от него просто эффект будет, больше будет отдача. То есть, я считаю, что это, наверное, это правильно. Зачем объединили Тулу-Ленинский район? Ну, я уже говорил в одном из интервью, что есть такое слово, загадочное, мудреная синергия. Оно такое мудреное и трудновоспринимаемое, то есть, это некий эффект, когда все вместе складываются факторы, и дается большая отдача. Но, по большому счету, я глубоко убежден, что это именно так. То есть, у нас что получилось? У нас был город Тула с большим населением, то есть, полмиллиона человек, которая, ну, в силу исторических особенностей, в силу своей застройки, она уже не могла так быстро развиваться, в том числе, с точки зрения сооружения или строительства, так правильно сказать, жилых комплексов. То есть, не хватало территории, потому что заниматься точной застройкой в тех случаях, когда нагрузка на коммунальные сети так возрастает, что все остальные жители будут там, ну, просто, по большому счету, выходить на улицу и говорить, что вы делаете-то. И, когда нет свободных территорий, в принципе, у города привлекательность даже жилая изменяется, потому что у нас есть большое количество работников предприятий, которые сейчас, ну, тебя неплохо чувствуют, и которые нуждаются в жилье. Есть люди, которые могут рассмотреть возможность переезда на работу в Тулу, между прочим, тоже, потому что Москва все-таки это такой, знаете, очень большой и серьезно перегруженный город. Но если не будет строиться новое комфортное жилье по приемлемым ценам, в принципе, это не получится. А ведь точная застройка чем характерна? Тем, что все равно это жилье, оно издержки несет гораздо более высокий, хотя потому что нужно заниматься инженерной инфраструктурой. С этой точки зрения как раз объединения Ленинского района и города Тула, оно дало возможность большой Туле развиваться более быстро и, скажем так, на таком более комплексном, что ли, плане. Потому что сейчас уже будет рассматриваться документарь планирования не то, что касалось города Тулы, скажем, и отдельных муниципальных образований, которые были вокруг города Тула, не только Ленинского района, сельских поселений. То есть, ну, прощаются процедуры, на самом деле, для инвесторов это тоже немаловажно. Потому что в ситуации, когда, в общем-то, каждый инвестор на счету, это тоже так, это тоже правда, особенно серьезный инвестор. В общем-то, чем понятнее ему, с кем иметь дело, чем понятнее процедуры, и чем они прозрачные, я думаю, что это тоже имеет большое значение. Народный бюджет 2015 в условиях нынешней экономической ситуации будет урезаться? Я бы не хотел этого, и я думаю, что мы на это не пойдем. Потому что, возможно, еще раз повторюсь, изменение проектов в рамках нынешнего бюджета, потому что бывают случаи, когда вот в этом году были жители, отказывались от части своих проектов, потому что понимали, что да, мы хотим, но мы не смогли собрать деньги. Но деньги в этом случае, они никуда не уходят в воздух, они просто достаются следующим в очереди проектам, которые стоят на листе ожидания, и с неплохими баллами просто не дотягивали до победителей. А вы рассчитываете, что вот сейчас те проекты, которые вы одобрили, которые попали в программу 2015 года, сейчас будут нереализованы, потому что стройматериалы, ну, все изменилось в цене? Пока что еще стройматериалы, вот я так вижу, я не строитель, конечно, но пока что резких скачков в центре точно нет. Вот другое дело, что, возможно, удорожание проектов, это тоже нормальный процесс, потому что иногда сметы даже неправильно составляются. К сожалению, это бывает так, когда все делается еще более-менее умозрительно, то есть приблизительные оценки делаются, можно ошибиться и в плюс, и в минус. Но вот для этого как раз и эта процедура у нас в прошлом году сработала. Мы оставляем часть средств народного бюджета, от которых жители отказываются, тоже, к сожалению, неизбежный процесс, именно в первую очередь на резерв, на повышение стоимости того или иного проекта, чтобы деньги они потом не искались дополнительно в бюджете, а уже были у нас зарезервированы. То есть механизм объясняю просто. Значит, у нас вот есть некое количество проектов, скажем, у нас есть 200 проектов, которые одобрились, есть 10 проектов, которые отказались. Мы в первую очередь те средства, которые от проектов остаются, сразу не раздаем, а смотрим на согласование окончательное с метной стоимости проектов, которые участвуют в народном бюджете. Вот когда мы видим, что все, что выросло в цене, мы туда деньги направили с этого резерва, дальше начинаем уже раздавать тем, кто стоит в очереди. То есть мы так страхуемся таким образом. Мы же в народный бюджет включили садоводческие товарищества. Насколько среди них это востребовано? Да я не скажу, чтобы там очень сильно мы почувствовали это дело. Все-таки там мы со своей стороны пошли навстречу, но и обозначили более высокий процент софинансирования. А сколько там? То есть там 40% софинансирования со стороны жителей и спонсоров. То есть это приличная довольно величина по сравнению даже с ремонтом многокварительных домов. Но в принципе интерес был в основном к транспортной инфраструктуре. Там же есть еще один нюанс такой, что по большому счету нельзя делать дорогу, которая не находится в собственности муниципального образования. То есть вот территории внутренние, например, садовых товариществ, как правило, находятся в коллективной собственности. Соответственно, там у нас нет возможности даже оплатить работы, потому что это будет нецелевкой. А то, что касается дорог подъездных, там, пожалуйста, потому что это все-таки муниципальная собственность. Было интересно, но не такое взрывное, как мы думали. По 2014 году никакие подрядчики не подвели по народному бюджету? Знаете, опять же, хотел бы отметить, что, к сожалению, любое доброе дело оказывается в нашей ситуации, когда есть законы. Они большие, они непростые. Они направлены тоже, опять же, на борьбу с коррупцией, на борьбу с тем, чтобы заходили недобросовестные подрядчики. Тем не менее, вот, используя постоянно открытые новые дырочки какие-то, заходят подрядчики, которые потом оказываются недобросовестными. У нас был такой печальный случай, к сожалению, в городе Туле. Это искоснование, это не из нашего региона, по-моему, если мне память не изменяет, из Татерской области пришла компания, выиграла немалое количество проектов, где-то что-то сделала нормально. Она просто ценник, да, не ожидала, поэтому выиграла? Ну да, там же есть понятие, что, когда проводится аукцион в обедничной процедуре, тот, кто меньше дал, тот и победил. Тут вопрос в том, что, значит, насколько человек адекватно оценил свои силы, а. Потому что, я могу сказать, у нас все-таки проверяющее подразделение, которое сметой выверяет, оно подходит довольно жестко. И ценник, который оно обозначает в итоге как стоимость проекта, он достаточно выверен. То есть сильно там, вот я всегда говорил в начале года, когда там приходили люди, радовались, что, знаете, у нас там 20% в экономии получаться, может быть, будет. Говорю, ребята, поосторожнее, потому что если 20% в экономии от сметы, которую и так, и так жестко проверили, это, скорее всего, попытка недопосторожность зайти, чтобы потом как бы втянуть в работу и после этого поднять цену. Но, в принципе, так даже под действующим законом нельзя. То есть есть у подрядчика возможность по действующему закону в пределах 10% может обратно вернуть цену, но не больше того. А когда падение на 20%, значит, явно какая-то, по моему пониманию, в большинстве случаев засада. Но как страховаться-то от подобного? Ну, вы знаете, есть такая история, как включение в реестр недобросовестных поставщиков. Но это, пожалуй, такой наиболее эффективный, но он такой ситуативный все-таки способ. Когда зашла компания, доска основания, она уже теперь войдет на эту категорию, потому что она в нескольких районах подбила. Да, но есть, конечно, опять же, противоядие. Можно разменить свою правовую форму, то есть с этими другими силами. Но процесс, он требует просто еще работы с федеральными законами, потому что иногда это все правильная история, правильная вещь, когда мы боремся с недобросовестной конкуренцией, она приводит к появлению вот таких вот ребят. Спасибо вам за интервью. Вам спасибо. Спасибо.